Виноград на этом участке, мускат белый ранее, растет совершенно по-другому. Уже растет на поверхности почвы, то есть ему тут тепла, в принципе, немного больше, чем там, когда он растет в траншеи. Конечно, в Красноярске тепла мало. Мало тепла. Винограду надо много тепла. И для того, чтобы виноград успевал возревать, необходимо садить, как правило, только раннеспелый виноград. То есть виноград, у которого срок возревания 90 дней, 90-100 дней. А уже винограды, у которых срок возревания более 100 дней, они здесь не возревают. Они к осени кислые, не возревают. Хотя, конечно, плодят. Это плечо виноградное поднял, он поставил на кирпичи. А на зиму оно ложится на землю и укрывается укромным материалом, двумя-тремя слоями, потом полиэтиленом. Затем ставятся дуги чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше ставятся дуги. Или вот эти вот дуги ставятся. И здесь, под этими дугами, под укромным материалом, виноград живёт до середины или числа 10 июня. Затем он раскрывается и поднимается на шпалеры и прекрасно плодит. Вот этот мускат белый, ранний, выписан мной был из Челябинска, он прекрасно хорошо плодит. Так что, кто хочет заниматься виноградом, не бойтесь. Не бойтесь, начинайте заниматься. Продолжение следует... Продолжение следует...